Всем привет! У нас послезимия, глухозимия, можно не знаю, как еще назвать. Косули сезон уже закончился, как всем известно. Съездили мы, но ничего, короче, я не заснял, нету видео. Сейчас пока простые будни, загрузил собачку прикормкой, три мешочка, а то уже неделю почти не были. А это очень плохо, потому что два раза в неделю надо кормить как минимум, чтобы не ушли. Ну и проверим, завезли собаку, все, что есть у нас из зимней техники. К сожалению, снегохода нету у меня, ну и возможности купить пока тоже нет. Вот, приходится медленно-медленно, но на ней тащим. Километра где-то 10 ехать в одну сторону, ну и обратно столько же. Посмотрим, как пойдет по глубокому снегу с грузом, потому что с людьми катались, как бы, а груз это груз. Посмотрим, как получится, не получится, ну и посмотрим, как у нас кабанчики ходят, нет. Так, ладно, все, садимся и едем. Козы вон стоят, не боятся ничего. Красота. Получается, подъехал метров ну 70-80 тут было и стояли. Видимо, собаку не сильно коза боится. Вон опять коза аж, пять штук. Ладно, не будем ехать, пускай спокойно убегут. Пятерочка пошла. Ой, хорошо видос. Вот тут все в поле, все избито, вон там все в лёжках, просто невозможно. Я сколько проехал, где-то 5 километров, насчитал около 150 переходов. Козьих, вот чисто козьих. И снег был, снег был примерно 3 дня назад. Ну, то есть, это относительно все свежие следы. Вот, собачка идёт. В принципе, очень хорошо. Практически не проваливается. У нас такой достаточно уже хороший образовался. Ну, хотя я, я проваливаюсь легко. Живности. Просто с каждых углов лезет и лезет. Приехал на первую вышку. К сожалению, здесь не ходят кабаны там. Сейчас я её поправил со снега. Достал. Ну, здесь кабан перестал ходить. Он в начале сезона, короче, походил от семья одна. Ну, и всекача я здесь стрельнул большого. Фотографии там ВКонтакте я выкладывал. Но они были такие, проходящие. На кормушке не задержались они, в общем. Ну, и мы здесь поздно. Мы здесь не поле, ничего не делали. Ни чесалки. И, соответственно, кабан не нашёл это место с осени. И не стал ходить. И у меня такое подозрение. Если кабан с осени его не нашёл. И регулярно не стал ходить. То и зимой он не придёт. Надо начинать делать всё вовремя. Ну, наша оплошность. Ну, как оплошность? Мы просто не думали, что будем делать две вышки, две привады. Нам хотелось одну сначала сделать. А тут кабан начал на одну ходить. Сейчас мы думаем, сделаем ещё одну. Но не сложилось. Ну, и поэтому я сюда заезжаю. Я просматриваю иногда. И всегда закидываю там отходы пищевые туда-сюда. Чтобы лисы приходили. Потому что на лесу хоть можно будет посидеть. Если с компанией приедем. Кто-то на кабана посидел. Кто-то на лесу. Вон ещё три козы побежало. Козы немерено. Просто немерено. А вот и второе место. Ходит одиночка. А семья перестала, похоже, ходить. У нас сюда и есть заметённые. Но тоже уже старые. Да, это старые. Ну, хорошие, конечно, сикачки. Но старые. А всё, знаете почему? Потому что перед закрытием. Нет, не перед закрытием ещё. Это перед Новым годом. Поленились. Съездить. Покормить. И там ударили морозы. И получается и мороз был. Когда кабану надо очень сильно кушать. И практически полторы недели не было еды. Ну и всё. Семья, эта кабанячка, которая у нас ходила. Я так понял, она ушла. Ушла, скорее всего, на вышки. Старые. Где её раньше кормили. Вот. Пропустили. Две кормёжки. И всё. Печально. Ладно. Посмотрю сейчас на ловушке. Ну, тоже ловушка-то села уже давно. Никто не кормил. Никто батарейки не менял. Высыплю сейчас. Заеду ещё. У меня через 4-5. Посмотрю. И если всё будет то же самое, то тогда всё. Сезон прошёл на смарку. Из-за двух невыездов. Ладно. Всё. Продолжаем работать. Надо ещё фото ловушки установить. Новые. Пришли, заказали мы. Сейчас покажу. Фото ловушки простые. Короче, простые ставим на эти. На кормушке, там, туда, где, хочешь, мы посмотрим, где зверь ходит. А с GPS, тоже хорошее наблюдение, ставится в леса, который надо охранять. И, в общем, когда кто-то в лес заезжает, GPS ловушка сообщения посылает, и туда быстренько люди отъезжают. И смотрите, как она, сейчас покажу, цвет изменила. Вот эта ловушка простояла на улице, ну, где-то полгода без перерыва. Вот эта новенькая. Выгорает пластик, но работает, как бы, я доволен. За эту цену фото ловушки, там, за 1800 рублей, она уже своё отработала. Очень полезно! Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Кто-то Вы allowing, кто-то! Субтитры сделал DimaTorzok Sonya Jax Gitana Jade Sub-Zero Scorpion Cyrax Smoke Shiva Motaro Fight Out 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 натоптал прям хорошо хорошо у него тут переход и в кустиках вот он грызет травку сейчас попробуем фото ловушку установить здесь такое тут переходное место перекресток прям подцеплю прикормки посмотреть будет он есть не будет заяц грызть грызу уже все-таки а соль короче я забыл и в машине в пакете отдельном ладно через пару дней приеду доложу тут недалеко уже совсем вот сейчас все устанавливаем и будем смотреть результат что у нас получится не получится зайца заснять все фото ловушку установил не знаю что получится этот натоптался конечно почем зря все будет стоять снимать ну и фото ловушку проверим с виду одинаковая прошивка маленько у нее другая закончилась моя поездочка своеобразная она была что можно сказать косули хоть на нее охотились стало как будто еще больше кабана на него не охотились а стало его как бы меньше заяц появился после следа вообще не было заяц появился то там то там повсеместно встречается надо будет все-таки перед закрытием сезона сходить походить на лыжах попробовать взять ушастого вот собачка бежит бежит прям хорошо с с грузом я загрузил получается три мешка зерна это в районе 100 килограмм но я и собака легко без напряга шла снега было максимум где ехал по колено такого пухлого где находил она для нее это не проблема собака с модулем это для двоих человек как бы я убеждаюсь еще еще раз вот поэтому собачку завезли будем ездить будем наблюдать все-таки мне кажется по моим таким прикидкам кабан должен сразу вернуться возможно не зимой а где-то в марте в марте-апреле когда он начнет обратно уходить на те места где он летом свое время проводит возможно он опять зайдет на эти места есть найдет еду и может быть он задержится не знаю посмотрим пройдет год полностью потом уже будем делать выводы на этом все спасибо кто смотрел всем пока до новых встреч увидимся на канале